Это все. Распосабливаемся в жизни, так вот скажем, ездить я научилась. Не все, конечно, брались на то, чтобы научить меня ездить. Вот, скажем так. Почему? Потому что, как видят, у человека нет рук, значит, человек не на что не способен, думают. Вот. Ну, мне всегда хотелось доказать, что я могу все. Вот, наверное, благодаря моему упорству, что я хочу все попробовать в жизни. Вот. Когда я пошла в автошколу, это в Владикавказе, то, естественно, на меня так посмотрели, как не знаю на кого. Они говорят, ну, мы как бы сталкивались с тем, что уходят люди там, кто на коляске, это ручное управление. Вот. И их учили обучать, но такое, чтобы... Конечно, немножко пришлось по поводу вождения тоже мне... Так. Взять взяли. Были не уверены, что справлюсь. Ну, то, что касается вождения. Да. Единственное, не допустили к экзаменам, так как сказали, что... Ну, не дали мне справку в медучреждении. Из-за того, что в наших законах у нас, как бы, есть ограничения из-за отсутствия обеих рук. Вот. Потом пришлось мне это все оставить. Но оставить в том плане, что ездить, как бы, да, у меня не получалось. Потому что без прав ездить не могу. По закону не положим. Если нет прав, как бы... А как ездить-то? Ну, огромное желание есть. Почему? Потому что... Мне транспорт очень необходим. Вот. У меня дочка пошла в школу. Которую надо там отвезти, привезти там, забрать. Куда-то, например, записать ее на какие-то курсы там. Ребенка отвозить надо, забрать надо. Вот. Мне по своим делам каким-то там что-то надо. Вот оно как-то... Мне очень-то все и... Вот так. И так. В어서то, Данск. Так как парень. Что-то? Так. Ну вот. Вас! Ну вот. Ну вот. Вот поэтому, к сожалению, наши законы не позволяют мне сесть за руку. Ну, я думаю, что я на этом не буду останавливаться, почему? Потому что мне это нужно, мне это надо, и буду всячески стараться добиваться своего, потому что я считаю, что несмотря на то, что у меня нет обеих рук, я делаю намного больше даже иногда то, что человек может делать руками. Поэтому тут не должно быть никаких ограничений, если человек это делает как бы все, как должно быть. Что я могу сказать о своей жизни? Детей я воспитываю одна. Вот, сыну моему 18 лет. Точке 7 лет. Вот. Поэтому как-то хочется быть более самостоятельной в жизни, чтобы быть независимой от кого-то и что-то. Сама я профессионально занимаюсь спортом тоже. Вот. Занимаюсь спортом. Мне уже 7 лет. Этот спортом называется у нас Пара Тэквэндо. Этот тут стоит или что? Собирается делать ехать или стоять? Нет, нет. Нет. Вот так вот. Недавно нашла еще в обоцсвеле себя. Вот. Моя жизнь, моя работа. Так что приехали, теперь сходим на мою работу. Посмотрим, что там в своей работе. Так что, я не знаю. 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 Так что, я не знаю.